ангелы и джинны они в мире сокровенного для нас что такое мир сокровенного это тот мир который не познается разумом или же органами чувств пять органов чувств слух зрения обоняния осязания и также разумом то есть мы не можем их увидеть понять представить поэтому для нас если алла нам не сообщил чем сейчас занимается джибриль то мы не можем сказать то есть нет такой информации чем занимается джибриль данный момент но есть информация что они всегда поклоняются аллаху постоянно поклоняются аллах они проводят это время в поклонении то есть ангел джибриль выполнил свою функцию все чем сейчас занимается но есть такие вопросы на которые как бы нету ответа не потому что Аллах этого не знает, а потому что он нам не сообщил в силу ненадобности для нас. Аллах говорит в Коране, ля тасалю анашья, то есть не спрашивайте о тех вещах, которые если вам откроются, то они вас огорчат. То есть не нужно углубляться в те вопросы, которые нас не касаются. Это никак не влияет на нашу жизнь, на наши поступки, чем сейчас занимается ангел Джибрин. Если человек будет заниматься, спрашивать все вопросы, которые вообще его окружают, то есть как пятилетний ребенок, то у него мозг, наверное, вообще разорвется. И он не сможет заниматься важными, реальными делами. Человек, когда хочет есть, когда хочет пить, когда хочет справить свою нужду, когда хочет спать, его не интересуют всякие там вопросы. Но когда у него есть много свободного времени, когда у него излишек есть средств и так далее, он начинает ковыряться в каких-то вопросах, которые ему не приносят пользы. Поэтому мусульмане, они не такие. Мусульмане, они смотрят на практические вопросы, которые приносят им пользу в этой жизни и в следующей жизни. Поэтому ответа на то, чем сейчас занят ангел Джибрин у меня нет. Аллах лучше знает. Ну и это мне как бы лично на мои поступки это никак не влияет. И да и на поступки каждого мусульмана. Но должно влиять то, что человек осознает. А что я сделал в соответствии с Кураном, который не спасал ангел Джибрин от Аллаха? Что я сделал в соответствии с Сунной, которую ангел дал Джибрилю, а Джибриль открыл в тех или иных формах пророку Мухаммаду? Поступаю ли я в соответствии с Кураном и Сунной или нет? Вот это меня должно беспокоить, как мусульмане.